Американские сирийцы призывают США к тесному сотрудничеству с сирийской армией в деле уничтожения исламского государства, а также ждут от США конкретного плана обустройства страны после падения и исламистского государства, и режима Башара Асада. Полторы сотни тысяч сирийцев, считающих себя американскими гражданами и приверженцами демократии, пока не видят выхода из кризиса, который сложился на их родине. Съемочная группа RTVA встретилась с сирийскими семьями в Бруклине. Аптекаря Набила Гергия всегда открыт для соседей и друзей. И хотя в эти дни поводы для встреч скорее тревожные, чем праздничные, стол все равно должен ломиться от сирийских явств. На закуску салат табули из булгуры и петрушки, фаршированные виноградные листья ябра, рыба с перцем, самкихары и обязательно махлюби. Сегодня на ужин будет махлюби. Это баклажаны, рис, мясо, тушеные слоями. А махлюби называется, потому что все это вместе перед подачей на стол нужно перевернуть. Навал и Набил эмигрировали из Дамаска в Нью-Йорк 13 лет назад. Тогда еще много конфессиональную и монолитную Сирию Хафиза Асада не переворачивало вверх дном. Последние три года страна варится в котле гражданской войны. Хозяин дома не отрывается от телевизора. Новости нехорошие. До войны мы все вместе мирно жили. И мусульмане, и христиане, и сунниты, и шииты. Ходили в церкви, и в мечети. Никогда люди не ссорились. А теперь религию используют, чтобы разрушить страну. Кто использует и как? Предмет нескончаемых дискуссий за столом. Американские сирийцы, в основном христиане, представляют собой 12% здешних арабов. Как правило, образованных и обеспеченных. В обмен на паспорт, карьеру и достаток они давали присягу верности США. Но в верности внешнеполитического курса своей новой родины все-таки сомневаются. Я американец сирийского происхождения. И меня не раздражает, но удивляет логика действий США. Я не думаю, что Америка действует в своих интересах в этой ситуации. И мы все помним, что случилось во Вьетнаме. Я боюсь, что нас ждет та же ошибка. Ни Сирия, ни Ирак, ни Америка не выиграют от этого кризиса. Демократия слащи Рахат-Лукума и вкус ее сирийским американцам хорошо знаком. Но их родственники вряд ли вкусят от невосточного экзотического фрукта. Даже если не станет ни Асада, ни ИГИЛа. Прежде чем заявить, что пора свергать диктаторский режим, надо было подумать, чем его заменить. Каков вообще план? Нам нужен продуманный план действий, а не то, что случилось в Афганистане и в Ираке. Если уж взялись что-то менять, доводите это до конца. Так же и с ИГИЛом. Сегодня бомбят, а завтра неизвестно, что будет. И хозяева, и гости сплошь доктора и юристы с научными степенями, собственным мнением и ярко выраженным национальным вкусом. Шелковая обивка, столовое серебро, перламутровая инкрустация. Все свое дамасское. В американском доме и стены помогают. Но нужна ли их сирийскому дому помощь США? Вопрос для будущих застолий. Елена Мещерякова, Анна Асатиани, Анатолий Кошенко, телекомпания RTVI, Бруклин, Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова